Кто-то любит Apple, кто-то совсем нет, но это не важно, потому что цифры никогда не врут. И именно Apple самая дорогая корпорация в мире. Эмм, почти. Теперь она на третьем месте, но это тоже очень хороший результат. К тому же на компании завезла значительная часть YouTube-каналов и блогов. Именно Apple в наши дни создают самые звонкие инфоповоды. Как бы жили техноблогеры без их ежегодных митингов, даже не представляю. У компании есть лояльная аудитория, свои разработчики и программы, и не только это. Так вот, что такое Apple в 2020-м, сейчас расскажу. Последняя революция в iPhone это Face ID. Да, всё ещё мир андроида пытался, но по факту это выглядело так. Либо это выглядит так, но совсем ненадёжно. Из недавнего анонс перехода на Apple Silicon вместо Intel. Поэтому, несмотря на то, что революции в мире Mac давненько не было, Mac Pro не всё, Revolution намечается уже под конец года. Честно, я не знаю, что будет дальше с AirPods. Вроде это уже потолок. Раз, два, три. Может, только таких не хватает. Ну, разве что таких. Но вот с iPad точно непонятно делать мощнее. Нет смысла, остаётся развивать софт. Но и там есть планка. Apple не позволит планшетам заменить ноутбуки. Почему? Хм, пишите идеи в комментариях. Раз уж начали про софт, то самое время критиковать Apple TV+. Сколько прошло с запуска? Почти год, но хорошие эксклюзивы были только на старте, да и в целом их не так много было. Хорошо, хоть выпустили «Защищая Джейкоба», «Грейхаунд» и «Банкира». Последний, кстати, гуд. Итого меньше десяти в год. Но сервис только запустился по сравнению с Netflix, так что окей, жду сентября и новых трейлеров. То же самое и с Apple Arcade. Компании надо хорошо постараться, чтобы хотя бы удержать аудиторию. Не то, чтобы привлечь новых игроков, нееее, сохранить первых подписчиков, поскольку новые игры выходят редко, да и те не хиты. Ждём сентября. Что кроме сервисов и айфонов, айпадов, часов? Конечно, политика Apple. Они толерантны во всём. Всегда. И сегодня это ощущается с максимальной силой. Хорошо ли это? Я думаю, да. Хотя бы потому, что это положительно влияет на продажи Apple. Давайте порадуемся за компанию и не будем считать, что это исключительно пиар. По-моему, компания действительно переживает за всех. Ну и за себя тоже. Пока.